Для меня радостно быть здесь с вами сегодня утром. И как уже было сказано, сегодня утром я хочу с вами поразмышлять над некоторыми сложностями в культуре, которые стоят перед церковью в 21 столетии, и вызовы, которые стоят. Конечно же, вызовов есть больше, чем то, что я упомяну. Но я хочу говорить о двух, которых я считаю одних самых опасных для нас на сегодняшний день. И один даже более опасный, чем другой. В апреле 1966 года, в издании журнала Life, Пол Рэмзи, отеолог из Принцерского университета, сказал следующее слово. Наша будет первая попытка Мы первые постараемся построить культуру на предпосылке того, что Бог мертв. И может быть, люди, которые росли в Восточной Европе не так давно, для них это не было бы что-то необычное, подобная фраза. Но когда такую фразу говорили в Соединенных Штатах, это было очень смелое заявление. И это было началом того, что впоследствии назвали «Теология Бог мертв». И само по себе, как теологическое направление, это не получило развития. Но с практической точки зрения, последствия, которые стали видны в Западной культуре, были просто феноменальны. И только со временем, И не только в Соединенных Штатах, но и в Западной Европе, Народ принял такую идею, что Бог просто уже не может восприниматься. И сейчас это уже распространено не только в Америке, но и в Центральной, в Западной, в Восточной Европе, и во многих других местах по всему миру. И из этого появилось два основных таких направления. опасностей, можно даже сказать, опасностей, которые существуют для христианства и для христианской церкви. Первое. То, что называется научный натурализм. И второе. То, что называется идея прогресса. И вы можете сказать, ну, какой опасность может представлять прогресс для церкви? Isn't progress a good thing? Разве прогресс не является положительным фактором? Well, ну, maybe we should think about it just a little bit. Может быть, просто давайте немножко задумаемся над этими понятиями. Эти две идеи, научный натурализм, и идея прогресса, начинают формировать евангельские церкви. Потому, что все больше и больше, мы видим, что евангельские церкви, вместо того, чтобы самим формировать культуру, наоборот, формируются под влиянием культуры. Итак, что такое научный натурализм? Я думаю, что мы, в принципе, понимаем, что это такое. Это мировоззрение. И это говорит нам, что вся реальность определяется материализмом. И что наука — это единственный источник истины. Если что-то должно считаться истинным, оно просто должно быть доказуемо научными методами. Это то, что называется эмпиризм. Я думаю, что мы, в общем-то, сделали хорошую работу в том, чтобы распознавать проявление этого научного натурализма. Потому, что на самом деле, это идет более скрытая атака на христианство. Но во второй проблеме, которую я вообще-то считаю даже более опасной для церкви, это вот эта идея прогресса. Я ни в коем случае не являюсь противником прогресса. Я тоже пользуюсь достижениями прогресса даже в этой поездке на Украину. А я же не сел в лодку и не стал грести через Атлантический океан, чтобы сюда добраться. Я достаточно удобно разместился в Боинге 777, который управлял лучшие пилоты компанией Дельта. Мы по взлетной полосе поехали и оторвались от земли. И, к счастью, мы не вернулись на землю раньше, чем пилот знал, что уже время возвращается. И вообще есть много другого, что прогресс для нас дал. Но о каком аспекте прогресса я хочу с вами сегодня поговорить это о самом понятии, которое стоит за прогрессом. И это все исходит из старого такого мышления. И это все исходит из старого такого мышления. То есть, все, что новое, это обязательно правильно. То есть, все, что новое, это обязательно правильно. И даже так получается, что это очень сильно начинает, культура начинает очень сильно на нас влиять в этом. Евангельская церковь в общем-то тоже готова на ура принимать все новое и говорить, что это хорошо. Но я не считаю, конечно, что если что-то новое, это обязательно должно быть плохо. Нет, я так не думаю. Но что меня тревожит? И моя тревога распространяется на состояние всей церкви. Несмотря на то, что я вообще-то преподаю философию, но в своем сердце я человек, посвященный церкви. И поэтому, что меня тревожит в состоянии церкви, и в частности, евангельской церкви, это то, что мы даже не задаемся правильными вопросами. На нас так сильно повлияла наша культура, и эта идея прогресса, мы готовы принимать все, что новое, просто потому, что это новое. И мы вернемся еще к этой теме через минутку. Но сейчас я хочу коротко еще раз поговорить с вами о научном натурализме. К 1950-х годах, большинство западного мира уже приняло понятие научного натурализма. Даже так, несмотря на то, что религиозный язык продолжал, религиозные термины продолжали использоваться. Мы продолжали говорить о Боге. Мы что-то называли чудом. Но, конечно, если нет Бога, то это сложно иметь чудо. Но если вообще-то люди считают, что Бога нет, о каких чудесах может идти речь? И научный натурализм учил вот что. Что опыт превыше всего. То есть, грубо говоря, вот там ничего нет, только опыт. И сейчас уже моральные, политические, законные и социальные вопросы определяются критериями того, что мы называем количественных измерений. То есть, все определяется экономическим калькулятором. Я мог бы вам подчеркнуть что некоторые текущие политические вопросы мира когда отчистали, пришли потому, что народы принимали решения не на основании того, что правильно, но на основании того, что экономически более выгодно. И сейчас разные опросы, исследования, проценты и стандарт жизни, рост в числах, и чистая выгода, сейчас это то, что служит для людей новыми критериями. Но не думайте, что это просто само по себе происходит только в мире. Все это пробралось и в евангельские церкви тоже. Первый вопрос, который мы задаем новому пастору, с которым мы знакомимся, почти что неизбежно заходит речь о том, а сколько людей в вашей церкви? Конечно же хочется, чтобы церкви христианские были большими. Но когда звучит вопрос, а какое духовное естество в вашей церкви? Когда задаются вопросы о том, а как получается у ваших людей практически воплощать в жизнь то, что Христос – это надежда нашей славы? Когда задаются вопросы о христианской зрелости, о христианской святости? Я хочу вам показать о том, как научный натурализм повлиял и действует совместно с этой идеей прогресса. Идея прогресса началась еще с 18-го столетия с Фрэнсис Бекон. Но тем не менее, на то время рассматривался прогресс в рамках христианского мировоззрения. Бекон был теист. Потому что, вообще-то, Фрэнсис Бекон, он был теистом. И, когда я читаю литературу тех дней, люди считают, что Фрэнсис Бекон был архитектором этой эпохи просвещения. Спасибо за благослову. Но на самом деле это не так. Просвещение просто подхватило идеи в икону. И поэтому, когда идея прогресса была изъята из рамок христианского мировоззрения и использована в натуралистическом мировоззрении, от этого изменилось все. К 1960-м годам по всему миру уже теистическое мировоззрение было отброшено. Все теперь главное было в науке. И, к сожалению, церковь тоже хотела выглядеть почтенно в глазах окружающих. И поэтому церковь тоже попыталась выглядеть научно. Я не говорю, что христианство не имеет в себе элементы науки в какой-то степени. Но если утверждается, что нет ничего выше опыта человеческого, то получается, что нет основания для четких заявлений о том, что правильно, а что неправильно. Несмотря на то, что люди продолжают использовать вот эти понятия о том, что что-то правильно, а что-то неправильно. Но теперь это уже все очень относительно правильно или неправильно. Мы живем в культурах в западном мире и в других странах. Где мы потеряли человечность. Потому что то, что правильно и что неправильно уже определяется каждым отдельным человеком для него самого. И это идет полностью в разрез тому, что является христианским. Но научный натурализм стал мировоззрением современности. Когда это стало так, то прогресс занял место новой надежды для человечества. И получилось, что ученые стали новыми священниками. И ученые стали новыми священниками. И ученые стали новыми священниками. Которые творят свои чудеса, используя технологии. И новые технологии стали надеждой человечества. Они решат все наши проблемы. Но это не так. Потому что главная проблема человечества, как мы с вами знаем, существует не из-за того, что у человека недостаточно денег в кармане. Но потому что у него есть грешное сердце. И только Христос может решить эту проблему. И сейчас в наше время все должно быть измеримо. Особенно соизмеримо с прогрессом. И это становится новой социальной силой. И источником счастья для человека. И из этого появляется то, что я называю дух потребительства. Прогресс измеряется двумя базовыми критериями. Эффициентство. И эффективность и удобство. И сами по себе эти понятия не являются неправильными. И я могу честно признаться, что я сам люблю удобство. Но когда эти понятия становятся главным критерием определения того, что правильно, а что неправильно, то это уже очевидно, что мы на ложном пути. И это как раз то, что меня тревожит. Это то, что церковь в так многих случаях использует те же самые критерии. Только, пожалуйста, поймите меня правильно. Я заинтересован в том, чтобы мы достигали как много больше людей для Христа. In fact, I travel 80 to 100,000 miles every year. Мои путешествия занимают 80,000 миль. Taking the gospel into universities. Я несу Евангелие в университеты. Но мы должны задаваться вопросом. Is all technology appropriate for the delivery of the gospel message? Are there other questions that we should ask? Other than, is it efficient? Нужно ли смотреть только на то, эффективно ли это? Is it convenient? Нужно ли смотреть только на то, удобно ли это? Now, this idea of progress has given the rise to consumerism. Действительно дало толчок росту потребительства. Happiness is now determined by new things. Теперь определяется владением новыми вещами. Things that technology delivers. Особенно тем, что дает нам технологии. Well, just imagine. Например. We have people who stand outside the shopping mall two days. We, люди, которые стоим возле супермаркета. Take their tents and sleeping bags. Допустим, берут там свои палатки и спальные мешки. Эти люди стоят возле супермаркета. To be the first in line to buy Apple's new product. It's the new Apple phone. Будет новый iPhone, Apple. Oh, it doesn't work any better than the old phone. Но на самом деле работать он будет не особенно лучше, чем предыдущая версия. Which you bought last year. Которую человек купил в прошлом году. But it's new. Но он же новый. You've got to have it. Надо же его обязательно иметь. And the advertisers love to tell you that it's there. И реклама с удовольствием вам расскажет, что вот есть это теперь возможность. This is what makes people in culture happy. И от этого люди становятся довольными и счастливыми. It's now got all these great features. Что вот там появились какие-то новые возможности, прекрасные возможности. Now I get it. Я понимаю. I know what you're thinking. Я знаю, о чем вы сейчас сидите и думаете. He's just an old man and he can't figure out the technologies. Он просто уже пожилой человек. Он не разбирается в этих кнопочках. Поэтому он такое говорит. Oh, listen, I know about technology. I just heard a phone go off. I even have an email address. Occasionally, I even Twitter. Or tweet, I guess. Now, I'm not a Luddite. I'm not against technology. But I will tell you the question that all of us need to ask ourselves as Christians. It's not only what technology does for me. What is technology doing to me? By the way, I'm not a lone voice in this. There are many people in the world who are very concerned about what technology is doing to us. The world is concerned. Studies are being done. Books are being written. All raising a concern as to how media technology affects us. Technology is the engine of progress. Now, when I say technology, I'm not speaking of old technology. I think maybe the most dangerous to us is media technology. and because of the idea of progress, what has been developing is an ethos of consumerism. It's created by slick advertising, enticing people to buy the new everybody is a consumer and the consumer is always right. a потребитель client всегда прав. Humanity is lost. Было потеряно уже, человечество уже потеряно. And people become only the object of an economic eye. Потому что люди просто стали объектом экономической выгоды. We become restless for the new thing. We're dissatisfied with the old. We want choices. We want choices in our churches. We want to satisfy everybody. You don't like this, we will change it for you. You want this, we will give you this. Why? Because even in evangelicalism we're treating people like consumers. We've been influenced by the idea of progress in our cultures. media technology is altering what we think a friend is. I have 7,000 friends. where are they? They're on Facebook. That redefines what a friend is. I even know of churches today who are doing counseling. through Twitter. Through Twitter. Does that strike you as being strange? We talk about Christianity as being a personal relationship with Jesus Christ. That man is made in the image of God. And therefore has significance and worth. we have forgotten to bring some of our theology into our practice. Media, technology changes our view of reality. Our view of God. Our view of man. Our view of the church. Even our idea of symbols. In fact, it becomes a direct assault on some of the things that Christianity has held dear for years. I know. I hear it all the time. This old man. he can't have any fun because he's too old. So he doesn't want anybody else to have any fun. I hear young people in particular but elders as well. Ah. We haven't changed our message. just our methods. How naive to think that there is no message in the method. Of course there is. Of course there is. I think there is probably no real debate about that. I'm not afraid of new methods. But we must always ask ourselves the question. is this method is this method appropriate for the serious message of the gospel of Christ? Is this appropriate for the message that men and women have died for? That's the question that we need to ask. let me just say then and kind of pull that together. in our churches we are seeing the ethos of consumerism. I think it may be one of the dangers greatest dangers of the church because it seems so harmless. we began to measure our ministries by efficiency and convenience we are uncritically using media technology We use technology to create atmosphere rather than the atmosphere being created by the preaching of the word in the ministry of God the Holy Spirit. We are treating people made in the image of God as consumers. созданы по образу Божьему и мы их рассматриваем как потребителей как клиентов as a customer as I drive on my way to church Sunday mornings yes I go to church I think like I'm driving down the midway of a circus as I see all these signs for churches advertising their wares like they're selling popcorn come in and worship with us and then you can fill in the blanks we package the gospel as if it was a product rather than what it is the power of God into salvation we want to provide everybody with as many choices as possible we want to demand nothing out of the customer and we want to demand nothing out of the customer now let me ask you how does this fit with the principles of the kingdom we have warning after warning against consumerism Luke chapter 12 a man's life consists not in the abundance of the things that he has what has the idea of convenience and efficiency done to the concept of sacrifice the taking up the cross and following Christ what has convenience done to the concept of commitment churches are shrinking because it's hard to find people who have a sense of commitment Sunday school teachers don't want to teach more than one month at a time what about the importance of an old message of Christ how does that fit with new is better what does this mean to the whole concept of contentment with godliness or the call to seek first the kingdom of god and his righteousness let me say I'm not against technology I'm not against progress what I am begging the evangelical church to do is to begin to ask some serious questions rather than asking will this work for me ask this is this appropriate for the christian message does this exalt Christ does this depend upon god the holy spirit does this reflect Christ in me the hope of glory yeah those are the kind of questions we don't just throw the baby out with the bathwater we don't just throw the baby out with the bathwater but the first question you should ask is there a baby in the bathwater this will take a theologically informed mind this will take a strong sense of community in Christ we commit ourselves to sacrifice чтобы мы могли посвящать себя на жертвенность и на благочестие ради Христа поэтому я просто призываю давайте задавать важные вопросы самим себе что я могу полезного извлечь из моей культуры и использовать это во славу Христа и при этом чтобы мы были осторожны и вдумчивы мы не в этом мы в этом всем не для того чтобы победить мы в этом всем потому что нас воскресший Господь поручил нам это делать the first question that we must always ask am I being faithful to Christ in all that I do and the way I do it thank you спасибо большое за ваше внимание Субтитры создавал DimaTorzok